Старт! Кап! iPhone 6 признан самым ожидаемым смартфоном от Apple. И согласно исследованиям, уже 40% пользователей Apple готовы купить новинку. Но вот проблема в том... Класс! Шестой порт! Он еще не вышел. Иди, занимай очередь. А очередь возле главного магазина в Нью-Йорке становится больше и больше. С каждым днем прибавляются фанатики, которые готовы днем и ночью, в дождь и ветер ждать открытия продажи новинки Apple. Их, кстати, будет две. iPhone 6 и iPhone mini, который будет по размеру, как его предшественник, iPhone 4s. То есть шестой будет больше. И это предсказуемое увеличение размеров серии, которое будет с каждым разом поражать. Эти парни с нетерпением ждут нового выхода iPhone. Или вас в переулке с новым iPhone. Шестерка, в свою очередь, будет иметь 64-разрядный процессор A7 и сопроцессор M7. Для решения весьма ресурсоемких задач. А все для того, чтобы весьма снизить энергопотребление. Хотя лучше бы прицепили несколько солнечных батарей на заднюю крышку. Чтобы, когда телефон попадал на солнце, он смог заряжать себя от солнечной энергии. Хотя, я думаю, это все вскоре. Будет, к примеру, в iPhone 13 или 16. Также в шестерке оперативная память будет 2 гига. Ого! И место на жестком диске до 128 гигабайт. Ого-го! Что немаловажно при выборе компьютера. Что выбрать? iPhone 6 или ноутбук? Системная мощность одинаковая? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Хотя многим известно, что обычно смартфоны не используют всю свою мощь по максимуму. Обычно это бывает на 50-70% мощности. За что, за что? Вот за батарею респектоз. Так как постоянный вопрос, есть зарядка на iPhone, уже задолбал. Может, теперь будет хватать времени прийти домой и поставить его на зарядку? Хотя, мне кажется, вряд ли. Отлично, что батареи будет хватать на дольше. Но подвох в том, что раньше на пятерке батареи хватало на 10 часов в режиме разговора. А на шестерке будет хватать на 10 часов и 5 минут. То есть на 5 минут больше. Своеобразный пиар-ход. Дата выхода 19 сентября 2014 года. Не стоит терять время. Отправляйтесь в очередь в Нью-Йорк и возьмите с собой для покупки полторы и две тысячи долларов. Чё так дорого? Всё потому, что в новинке будет цифровое стекло на дисплее. Лучше бы двойное венское. Хотя, какая разница, всё равно разобьётся рано или поздно. Кстати, разработчикам стоит обратить внимание на этот главный минус этих гаджетов. Может, стоит придумать защитную плёнку, которая будет защищать этот дорогостоящий предмет от разбития и трещин. Но им-то выгодно, чтобы они разбивались. Так как разбил, пошёл в Apple Store и купил новый. Это вам не Nokia, а решек, который может служить 20 лет без головняка. Ну вот, пока месья вам это всё рассказывал, у Apple Store уже выстроилась тысячная очередь. Это действительно редкий случай, так как гаджет даже ещё не был анонсирован. Хочешь быть первым? Становись в очередь! Старт! Кап! Я узнал, что скоро выйдет iPhone 6 серии. Приехал в Нью-Йорк, пришёл к Apple Store, занял очередь где-то 1984-м и ждал два месяца. Ел, пил, спал, срал в очереди. И вот пришёл долгожданный момент 19 сентября 2014 года, когда стартанула продажа новинки 6 серии от Apple. И вот на 4-й день открытия продажи подходит моя очередь. Дайте мне, пожалуйста, один iPhone новенький, 6-й который. Извините, но шестёрки уже закончились. Но у нас есть чудесные модели 5-й и 4-й серии. Будете брать? Нет, нет, нет! Хочу свою шестёрку! Быстро, блядь! Только не нервничайте, увы! Их привезут через неделю. Будете ждать! Старт! Кап!